Друзья, сегодня разберемся о том, сможет ли Россия выбраться из этой большой задницы, в которой мы оказались. А самое главное, сможет ли каждый из вас выбраться из этой задницы и как выбираться прямо сейчас. Вы все знаете, что такое социализм. Это когда каждому по труду. Вы все знаете, что такое коммунизм. Это каждому по потребности. А знаете, что такое нынешняя наша реальность? Это когда каждому следует признать, что мы в глубоком кризисе. Следует назвать этот кризис глубокой жопа. Смотрите, если раньше все говорили, да пусть уходят эти западные компании, которые закрывают заводы и так далее, все, этих комментариев становится все меньше и меньше. Я понимаю, если ты чувствуешь на своем кошельке похудение, если ты потерял работу, если твой родственник потерял работу, если твой друг потерял работу, ты такой говоришь. Это реальность? Это вот такая реальность? 100 тысяч мест рабочих уже потеряны из-за закрытия заводов. Это раз. Второе, импорт нефти сокращается. Два. Критические технологии, которые нужны для добычи вообще нефти, уходят. Американские компании. Оказывается, мы этим тоже не владеем, друзья мои. Поэтому это все может вообще подорвать способность России добывать нефть на 50 процентов, представляете? Вот и все. Поэтому все это вкупе дает очень такую вот драматическую на самом деле ситуацию. Вот сегодня вот из всей совокупности, вот чего я вижу, мы откатываемся вот ну как минимум в начало двухтысячных, может еще и подальше. На самом деле сейчас вот это вот преступное действие, это когда сидеть и говорить, да, все рассосется. Ребят, не рассосется. Принципиально все в мире поменялось. Ребят, вся эта ситуация привела нас к тому, что будет полная тотальная перезагрузка. Сразу оговорюсь, я не президент, не правительство и вообще это не моя поляна, но у меня есть мнение и я им поделюсь. Первое и самое главное, что следует сделать, это призвать всех людей, кто хочет, желает или может возрождать Россию. Не развиваемся, ну фигня, живем как по-другому. Правильно, правильно, Сайя. Принять в этом деятельностное участие, это первое. Перестать говорить, что те, кто разъезжается сейчас по миру, они предатели. Это золотой запас, еще раз повторю, размещенный временно, ну вот в Бразилии, там, где, в Америке, в Китае. Всех людей, кто хочет и может принять участие в возрождении России, надо пригласить принять в этом участие, это раз. Второе, следует создать самые привлекательные условия для предпринимателей. Освободить всех, кто в тюрьмах сидит за малые и средние там преступления, обязательно. Призвать всех контрабандистов, чтобы они наполнили страну санкционными товарами, которые нет и люди страдают. Технологии может каких-то нет или что, но нужно, значит, их привезти, понятно, да, как. Ну, вот как-то так. Предпринимателям дать максимум свободы и сказать, ребята, братушки наши, помогите, пожалуйста, отменить все налоговые проверки предпринимателям, понимаете, да? Катенька, сейчас ко мне придет серьезный дядя из налоговой, поэтому тебе нужно вести себя хорошо. Максимально снабжать кредитами и так далее, чтобы предприниматели переобустроили страну, это второе. Третье, высокие технологии. Надо максимально призвать ученых, чтобы они и все недостающие, что сейчас не лоцировано в стране и лоцировали это, как когда-то технологии для ядерной бомбы и построили эту ядерную бомбу, да? На самом деле, чтобы вы знали, все в мире распространяется вот как-то вот примерно вот так. Где-то кто-то подсмотрел, приехал в свою страну, говорит, я открыватель, например, того-то, сего-то, вот и все. Поэтому надо просто что сделать? Ученые, братушки наши, возьмите, пожалуйста, подсмотрите, где что есть, приносите в страну, а правительство, да, и страна должна поддержать ученых, чтобы они все это могли сделать, да, и дать предпринимателям вот эти вот технологии, а предприниматели уже построят эти заводы, чипы и так далее. Ну вот как нужно сделать. Да все так делают и особенно в 10 раз быстрее делают это, когда кризис, а сейчас именно такое время. Четвертое. Следует сделать максимальную ставку судного процента 6 процентов. При ставке 6 процентов расцветают предприниматели, производство, бизнес, ученые наконец востребованы, потому что предприниматели строят эти заводы на основе вот этих новых технологий, да, и очень идет активное строительство страны. 6 процентов судный процент. Пятое. 100 тысяч рублей минимальная оплата труда каждого человека. Подчеркиваю, 200-300 тысяч, да, это компетенция, ответственность и так далее, но минимальная оплата труда должна быть по всей России 100 тысяч рублей. Понятно? Первое. У нас будет огромное количество, 100 миллионов и больше потребителей, которые смогут иметь деньги покупать товары. Это очень важно. Экономика нуждается в потребителях, которые покупают эти товары. Это раз. Второе. Достоинство. Как вы думаете, какое достоинство, да, с каким достоинством живет человек, который зарабатывает сейчас 15 тысяч рублей? Разве может быть сильная страна, где люди не испытывают, ну, как бы вот это достоинство, поэтому 100 тысяч рублей и выше должна быть оплата труда, чтобы люди ощущали себя достойно, это очень важно. И третий аспект. Когда минимальная оплата труда станет 100 тысяч рублей, это даст ответственность на существующие школы и детские сады, на систему образования, чтобы человек, выйдя во взрослую жизнь, мог зарабатывать эти 100 тысяч. А то сейчас ведь им пофиг, если человек зарабатывает 15 тысяч, да и хрен с ним. Это он такой. Нет, я считаю, это система образования такая в России, которая не подготавливает людей к способности зарабатывать от 100 тысяч. И это третий момент. Представляете, как много вещей запускает один простой момент. 100 тысяч рублей минимальная оплата труда. Что бы ты добавил к этим моим пяти пунктам? Вот ты бы что добавил. Жду твоих комментариев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!